Татьяна, вот вы, кстати, не раз говорили, я слышал это в некоторых ваших интервью, что если бы вот эти вот люди, миллионы людей, которые выехали из России, остались бы условно, может быть, что-то пошло бы и не так, может быть, совершенно по-другому ситуация бы развернулась. Как вы считаете, действительно так? Действительно, вот Путин правильно просчитал, когда вот он вытолкнул огромное количество людей из страны, когда он обнулил всю систему, люди уехали в знак протеста, а на самом деле оказалось, что как бы протестовать больше некому. Во-первых, вы какие-то странные ссылки даете, что я говорила, что если бы люди не уехали, то было бы кому протестовать, и что-то не при помощи, чтобы я такого говорила, Александр. Нет, ну вы говорили, что на самом деле вот есть там какая-то зона конформизма, что вот есть там какой-то момент, когда огромное количество людей повыезжало, и что Путин, я так понимаю, правильно это всё дело рассчитал, во большом счёту. И вот к вам другой вопрос. Если бы люди остались, вот эта вся политическая, экономическая эмиграция, миллионы людей, которые выехали, бы вы по-другому сожжёте, по-другому с ситуацией, как вы считаете? Саш, если бы, бы кабы, во рту бы выросли грибы, давайте ещё раз, я вас возвращаю к моему тезису, он мне более важный сейчас, давайте думать о том, что происходит, а не о том, что было бы, если бы. Мы тратим на это просто огромное количество сил. Зачем? Нам сейчас силы нужны. У меня лично, я по себе сужу, у меня очень мало сил, я их берегу, и для каких-то действий, которые я совершаю. Если я буду думать, ой, сидеть, господи, вот если бы, блин, вот да, вот, жила бы я сейчас в России, да, жила бы я сейчас в России, я бы уже сидела в тюрьме, разумеется, и это очевидно совершенно, или если бы Лёша Навальный не умер, или если бы Лёша Навальный не вернулся тогда из Берлина. Я не хочу даже на это тратить свои силы, Саш, поверьте, и давайте, вы тоже не будете мои на это тратить, если можно. Вот вы встретили войну в Киеве, и сейчас вы очень много волонтёрите, вы помогаете украинцам, отправляете гуманитарную помощь из Испании, и я знаю, что вы переживаете внутренне из-за этой войны, которая происходит сейчас. Но я хочу вот у вас о чём спросить. Когда вы увидели недавно вот этот весь кошмар, который случился в Одессе, когда умерло, было убито огромное количество украинских детей, вы понимаете для себя, вот лично для себя, почему украинцы действительно не могут и вряд ли простят ближайшие десятилетия россиян, в принципе, и почему они не поймут их, невзирая ни на что. Вы понимаете для себя внутри? Знаете ответ на этот вопрос? Я, честно говоря, тоже об этом не очень сильно стараюсь думать. Опять же, потому что, когда это произойдёт, мы будем искать какие-то выходы и какие-то пути. Единственное, что сейчас я вижу небольшое, но всё-таки вижу и замечаю небольшое количество украинцев, которые говорят, что ребята, а нам ведь дальше как-то ещё жить. Мы всё равно соседи. И я считаю, что я как раз со стороны России одна из представительниц большого количества людей, которые готовы к диалогу сейчас и будут готовы. Я не могу о нём сейчас думать. Это невозможно представить. Может быть, он произойдёт не сразу, потому что это будет какая-то немота, потому что что сказать с обеих сторон, я не понимаю. Я, конечно же, не просто наблюдаю то, что происходит, я по-прежнему в ужасе от того, что происходит, и с этим ужасом очень трудно жить, даже мне, не говоря о вас. Поэтому, в общем, я стараюсь как-то помогать и, естественно, держу в фокусе каждодневную войну и каждодневной трагедии и убийства. С этим очень трудно жить, но надо жить, потому что мы пока ещё живы, мы можем что-то делать. И если мы останемся живы и доживём до конца, какого бы то ни было уже конца этой войны, то, разумеется, если мы останемся живы, нам именно придётся что-то предпринимать и что-то делать. И нужно, я сейчас не обращаюсь к украинцам, я как-то вот, я для себя говорю, что нужно сохранять вероятность этого разговора, возможность этого разговора, и нужно быть к нему готовыми, но он произойдёт тогда, когда произойдёт. И сейчас, опять же, можно просто смотреть и находить каких-то… Мне очень много пишут в соцсетях как раз украинцы, и очень много пишут именно про то, что вот при всей их ненависти к России, к русским, к россиянам, к русне, называйте как хотите, им всё-таки тоже очень важно держаться за вот эту возможность диалога, который будет когда-нибудь, потому что, ещё раз повторю, мы соседи. Да, сейчас худшего соседа в Украине, да и вообще любой стране, чем Россия, не найти. Но поверьте, я как россиянка это тоже понимаю и несу часть ответственности на себе, и буду с этой ответственностью дальше как-то жить, стараться. Понятное дело, что рано или поздно всё равно станет вопрос о том, чтобы признать свою вину, чтобы сказать условно «простите», да? И понятно, что это будет уже не во времена Путина. Но как вы считаете, потому что после Путина может быть и путинизм, мы вообще не понимаем, что будет, может вообще будет намного хуже, может вообще будет какой-то ужасный фашизм, мы не понимаем ничего. Но как вы считаете, вот это обязательное условие покаяния? Ну, разумеется. Видите, вся история российская как раз и говорит нам сегодняшним о том, что покаяния-то так и не было никогда. И это очень важно, конечно. Принять покаяние. Послушайте, здесь скорее как понимание своих ошибок и принятие своих ошибок. Почему мы повторяем всё время одни и те же ошибки? Почему они не превращаются в опыт, который мы уже… А, нет, ну так, мы больше не будем, да? Что такое опыт? Это те ошибки, которые мы повторяем одинаково, и потом такие, не-не-не, я уже опытный, я так делать не буду. Так вот, наши ошибки, они не превратились в опыт до сих пор. И посмотрите, мы повторяем, это просто какой-то просто мурашки по коже идут от того, насколько мы делаем реплики вообще того же самого, что было. Ну, просто как будто бы вот нас тыкают и тыкают носом, давайте сейчас будем судить людей, потом сейчас смертную казнь, расстрелы, тройки, всё это уже было, причём на памяти ещё живущих людей. И вот это, конечно, для меня удивительная загадка. Как это всё сможет вообще перерасти, вот эта боль, как она сможет прорваться, потому что это вековая боль огромного количества людей, которым запрещают её признать, её отрыдать, отплатить, повиниться перед своими же репрессированными предками, перед своей страной, понимаете, вину свою признавать перед другими, в данном случае это не главное. Сейчас главное для России было бы это признать вину перед самими собой, что мы такие идиоты, что эта страна всё время наступает на одни и те же грабли, а это люди, страна — это люди, которые живут. И вот эта боль, с которой их бьют и бьют каждый раз, она накапливается, и как её потом изживать, это будет очень долго и сложно. То есть возрождение какое-то человеческое, оно, конечно, будет, но через такую боль, то есть рост и дальнейшее движение, оно вообще в жизни везде, у всех всегда, оно через преодоление, через ужасные трагедии, через боль. Но какого уровня должна быть эта боль, я уже не понимаю, чтобы нам сказать, так, всё, хватит, мы уже давайте-ка, ребят, задумаемся, может, всё-таки не будем повторять вот эти все ошибки ещё раз и ещё раз и ещё раз и пойдём уже дальше. Но для этого нужно сделать, конечно, для этого нужно осознать эти ошибки, признать их и покаяться, да. Вот вы знаете, не просто же так сравнивают нынешние времена со старинизмом, да, с последней седьмой семилеткой Сталина, потому что есть один такой нюанс, который не был разрешён. Не было признано, что люди совершали преступления, люди не были иллюстрированы. Я про это вам и говорю, конечно. Да, но вы считаете, что вот после окончания рано или поздно война-то закончится, рано или поздно Путин-то кончится. Вот вы считаете, что на этот раз нужно пойти условно путём той же Старовойтовой, которая говорила, ребята, вот это нужно всё сделать, потому что дальше идти нельзя. Да, в том-то и дело, что видите уже и ближние примеры из Старовойтовой, которая была совсем не так давно, говорят о том, что да, мы никак не можем осознать эти ошибки и пойти дальше, дальше в своём развитии. Россия всё время буксует, вот это всё переписывание истории одно и то же, ну просто бред. И люди, которые там занимаются сейчас переписыванием учебников истории, люди, которые сейчас занимаются вообще образованием в России и перенастройкой детей в школе на военное дело, на патриотизм, вот это всё. Ну блин, ребят, вы же сами были в школе, вы же сами учились в те времена, когда был точно такой, когда нас всех на линейке заставляли петь гимн, мы его пели не по своей воле. И это все люди примерно моего возраста, которые это всё помнят и которые выросли в стране, где были двойные стандарты, очевидно, ты пел гимн, а вечером рассказывали родители, там рассказывали анекдоты про Брежнева. А вы можете понять, как так вообще получилось, что вы там же находились долгие годы? Ведь это уже не советское время было. Люди пользовались там Инстаграмом, Ютубом, были компьютеры, был интернет, всё было доступно, всё было открыто, путешествия есть по всему миру. Как так получилось, что людей выбросили обратно в Советский Союз и люди как-то даже молча, ну и кто-то не молча, но какая большая часть молча с этим согласилась, даже люди, которые никогда не видели этого Советского Союза? Ну, я могу объяснить, это пропаганда. Это машина пропаганды, которая очень большая, она очень мощная. По всей стране ни одного разрешённого, независимого СМИ. Ни одного. Можете себе представить? Я помню, когда я в Киеве была ещё до войны, до начала полномасштабного вторжения и шла на съёмки Лиги Смеха, и там шла какая-то демонстрация вот против Зеленского, что-то там. Да, было дело. И для меня уже тогда, уже тогда для меня, человека из России, это было, что так, вы прям можете ходить против существующего строя, против существующего президента. То есть это уже был какой, ну, 20-21 год, да, это было вот недавно, но я уже была полностью погружена, что нет, так нельзя. Как раз, когда я приезжала в Киев, где-то день на третий, репетиции, там, вот эти все шутки, я такая, ого, ребят, а я тату выклад этого уже, что можно просто взять и с экрана пошутить про Путина там, допустим. Хотя это последнее, о чём я бы хотела шутить. У нас можно о нём шутить. Да, да, я как раз очень всем советую посмотреть эту передачу «Раздутие глазки малыши», это такая предвыборная, там, коротенькие выпуски по 8 минут, по 7, и это как раз то, что, да, почему народ очень соскучился, потому что, блин, ну, хотя бы, ну, хотя бы смеяться над ними можно, но вот эта вот машина пропаганды, тут, видите ли, в чём дело, я совершенно уверена, я не слежу за Украиной, в общем, слежу больше всего за своей страной, но я уверена, что и в Украине, и в других странах тоже существует пропаганда, разумеется. Всё это мы понимаем, но в России эта пропаганда такая же, какая была в Советском Союзе. в Советском Союзе там, ну да, там слушали, что там, «Голос Америки» слушали по ночам, сейчас, конечно же, сейчас, конечно, каждый человек может там зайти, не знаю, там есть ещё разрешённый Телеграм, подписаться на Телеграм-каналы, Инстаграм, Фейсбук запрещённые, соцсети, в них доступ только через VPN, YouTube тоже все планируют всё закрывать, закрывать, то есть, в принципе, для человека, желающего узнать другое мнение, есть возможности. Но машина пропаганды, в том-то и дело, она работает именно на то, чтобы у человека даже такого желания не было. Всё, все эти годы, вот эта нищета, вот эта пренебрежение, нищета людей в России, пренебрежение к ним со стороны власти, такая, типа, ну ладно, что там у вас, ну сейчас поможем вам. То есть, всё это привело, людей за эти годы, просто десятилетия, уже получается, там с начала нулевых, привело к тому, что все очень привычно вошли в наш советский паттерн, что типа, ой, ладно, делайте, что хотите там уже. Мы тут сами что-нибудь там вот у нас, картошку вырастим, электричество немножечко подкрутим, счётчик, значит, чтобы там, такой вот. и в этом смысле на это и есть опора пропаганды, что люди не хотят ни о чём думать, им говорят, не хотите думать? Так мы вас сейчас вам скажем, как надо думать. И все говорят, ладно, хорошо, будем думать так. Просто в России сейчас жизнь в больших городах, а в остальных городах Россия огромная страна. Это не жизнь, это выживание. выживание. Люди живут без перспектив, достаточно бедно, без каких-то возможностей, без завтрашнего дня, закредитованные. И это не жизнь. И им при этом всё время внушают, что да, смотрите, как вы хорошо живёте. А если человек копнёт и скажет, а как-то я хорошо живу, если я не могу ребёнка купить столько кроссовок, сколько он хочет, и зимних, и летних. А сама или сам не могу поехать в Париж, о котором я мечтала всю жизнь. Ну, это как бы я говорю, то, что в голову приходит. Так вот, вот эта вот машина настроена на то, что вы живёте хорошо, у вас всё хорошо, думайте так, как скажем мы, она прекрасно работает. И мы видим сейчас её плоды, её работы. Долгой. Это всё длилось очень-очень долго, потихонечку. В каком году закрыли телеканал «Дождь»? В каком году был признан первым иностранный агент? Далеко не сейчас. По-моему, это был мемориал общественной правозащитной организации. В каком году… А сейчас одного из соучредителей Орвова посадили на два с половиной года. В большом году. Уже сейчас, да. А мемориал сам признали иностранным агентом очень много лет назад. И вот эти все такие маленькие крошки, которые мы такие… Да, блин, это ужасно, конечно, но надо дальше жить. Ой, да, вот это вообще, конечно, капец, ну вот это… А вот это вообще ужас, но надо дальше жить, но надо дальше жить. И вот это вот не жить, а выживать. Вы знаете президента Зеленского, Владимира Зеленского очень и очень давно. Я думаю, что вас удивило, когда он стал президентом Украины. Я не думаю, что вы ожидали такого результата. Я думаю, никто не ожидал, честно говоря, такого результата. И мне интересно ваше мнение, когда вы смотрите на него сейчас, даже через экран телевизора. Понятно, что он очень сильно изменился, но всё-таки какое ваше впечатление? Вот президент воюющей страны, могли бы вы себе такое представить ещё несколько лет назад? И вообще, что он таким станет президентом? Саш, я две недели назад не знала, что я могла себе представить такое условно. И, пожалуйста, я не была так уж прям близко знакома с Владимиром. Мы снимались в парочке проектов. И то, что он сейчас, это уже, конечно, совершенно другой человек. Это вообще другой человек. И он занимается теми делами, которые ему положено заниматься на его месте. Как-то это оценивать, у кого поднимется рука. Думать, как он оказался на этом месте. И что бы делал я на его месте? Господи, во сне не приснится мне про такое подумать. Я думаю, вообще никто не хочет оказаться на его месте, честно говоря. Тем более сейчас. Я тут как бы ко всем, ко всем божьим тварям нам на земле могу только посочувствовать. Ну и, не знаю, и пожелать свободы Украине и свободы России моей от того чёрного ужаса, который на ней сейчас, который сейчас всех нас, мирных людей, заставляет в этом ужасе жить. Вот это мне, я когда начинаю об этом думать, я никак не могу понять, с кем это какая-то, знаете, мировая гражданская война. Кто с кем воюет? Мирные люди, которые хотят спокойно жить, не выживая, которые готовы быть в государстве, готовы вместе с ним участвовать, как-то решать свои проблемы. С этими мирными людьми воюют какие-то другие люди, как будто бы немирные. Вот вчера, мы с вами записываем, какого, 6 марта, 5 марта лёг Фейсбук и Инстаграм, потому что в Красном море хуситы, я не очень понимаю, кто такие хуситы, простите, я простая сибирская дурочка, и не очень хочу, честно говоря, в этом разбираться. Ну вот они, говорят, перекусили, я не представляю, как это выглядит, окей, но они нарушили кабель, и во всём мире у людей лёг там Фейсбук, Инстаграм, Интернет где-то, и до этого это было. Вот это что? Это война кого с кем? С кем мне бороться за свою спокойную жизнь? Вот это вот то, что надвигается на нас всех, возможно, это всё-таки какой-то будет новый передел мира, я очень на это надеюсь, когда все мирные люди, я не знаю, может быть, это будет какой-то женский мир, простите, Александр, потому что воюют в основном всё-таки мальчики, они играют у нас в танки, простите, опять же, за мой гендерную такую лёгкую непонимание того, что происходит, возможно. Но я правда не понимаю, как мы будем уберегать этот мир и от кого. Главное, кто на него посягает, на мир, который хочет жить спокойной жизнью. И нам есть с чем бороться, у нас с экологией проблемы, я сейчас живу в этой Испании, здесь такого никогда не было, здесь засуха реальная. В этом месте, где я живу, всегда март, февраль были дожди, размывало всё, неслась вода, топились машины, дома. Сейчас ни едины, какие-то капли проливаются. Я это вижу уже своим собственной жизнью. Так вы же на самом деле отвечаете себе на вопрос. Вы на самом деле боретесь с людьми, которые отвергают климатические изменения, отвергают современность, людьми, которые проиграли во времена Холодной войны, потому что были чекистами или какими-то террористами, которых использовали где-то как-то какими-то боевиками. А теперь просто сидят, проиграв в этой Холодной войне, и думают, а давайте-ка мы вам устроим реванш, но уже на наших правилах, потому что жить в другом мире мы просто не можем. Ну вот я говорю про некий передел мира, потому что есть люди, которые не могут жить в другом мире. Это какой-то новый мир и старый мир. Есть новый мир, и это, наверное, всё-таки, как это сейчас ещё эйджизм будет, вдобавок, то есть всё-таки какие-то молодые люди, которые живут в другом, они задумываются о будущем. Это вот те, которые вместе с Гретой Тумберг говорят, ребят, ничего, что вы вообще сейчас все помрёте, а нам тут вот в этом жить. Я вчера какую-то увидела картинку, ещё больше ужаснулась. Оказывается, в космосе уже столько этого мусора за начало развития космической эры, что ещё и там сейчас начнётся какие-то экологические коллапсы. И вот это всё, вот вы хотите сказать, что вы сейчас тут будете перекусывать провода Инстаграма? Вам что, не с чем бороться, реально не за что? Вот вопрос. Вот вопрос. То есть с чем бороться или за что-то бороться? Если хочется бороться, если вы такой, вот вы выросли там на танчиках или там на игре в войнушку, ну так воюйте за что-то. Что бы вы пожелали Владимиру Путину? Да не хочу я ему ничего желать, Господи. Не хочу даже, желаю, чтобы он побыстрее закончил своё существование как президент Российской Федерации. А что бы вы сказали украинцам, которые вас смотрят? Всё то, что я и говорила в самом начале войны. Слава Украине! Слава Украине! Слава Украине!